сердечная недостаточность добрый день дорогие зрители я приветствую вас на своем канале сегодня мы поговорим о сердечной недостаточности что-то такое из-за чего это собственно говоря возникает как это лечить будем опираться на самые современные данные исследования клинические рекомендации поэтому не переключайтесь досмотрите это видео до конца и прежде чем начать рекомендуем подписаться на телеграм-канал где регулярно уходит интересная информация касающихся наше своем здоровье где отвечаю на ваши вопросы комментарии поэтому переходите по ссылке буду рад вас видеть у себя на канале и так что же такое сердечная недостаточность я думаю из названий уже понятно что явно какие-то неполадки сердцем происходит когда возникает эта проблема нужно четко разграничивать конечно понятия такие как острая сердечная недостаточность и хроническая сердечная недостаточность что же касается острая сердечная недостаточность мы сейчас они говорить не будем потому что это ситуация неотложная которая требует экстренных мер поэтому в домашних условиях естественно эта проблема не лечится и требует обязательно неотложной стационарной помощи что же касается хронической сердечной недостаточности. Многие, наверное, из вас, может быть, слышали, у кого-то может быть даже диагноз такой стоит, как ХСН. Так вот, как раз-таки эта опература так и расшифровывается, как хроническое сердечное недостаточности. Вообще, это клинический синдром, который проявляется, как правило, одышкой, оттеками ног, снижением толерантности к физическим нагрузкам, упадком сил, добуханием еремых вен и застоем жидкости в легких. Я перечислил сейчас основные симптомы, которым проявляется как раз-таки этот ХСН. Вообще, сердечная недостаточность, она самостоятельно просто так на пустом месте, конечно, не возникает. Сейчас мы с вами поговорим о идеологии этого заболевания, то есть из-за чего это, собственно, возникает. И в абсолютном большинстве хроническая сердечная недостаточность, она возникает на фоне других сердечных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, то есть гипертоническая болезнь, то есть когда человек длительно страдает гипертонической болезнью. Это ишемическая болезнь сердца, то есть когда у человека есть, например, стенокардия, признаки вишины миокарда, либо он перенес, например, инфаркт миокарда, либо у человека есть нарушения ритма, такие как фибрилляция предсердия. Все эти заболевания усугубляют течение сердечной недостаточности, приводят к ее прогрессированию, поэтому очень важно на это внимание обращать и вовремя начинать лечение. Что же касается смертности от этого заболевания, то примерно 6 процентов пациентов умирают от сердечной недостаточности. Это мы берем, так скажем, не тяжелый случай. Если все-таки ХСН имеет характер запущенного заболевания, то тогда этот процент может доходить до 12 процентов. Нельзя, конечно, не упомянуть и о несердечных причинах возникновения ХСН. Это может быть различные вирусные инфекции, которые приводят к миокардитам, которые в перспективе приводят к ХСН. Это может быть длительное злоупотребление алкоголя, это может быть химиотерапия или лучевая терапия при онкологических заболеваниях. Это может быть длительное течение анемии, это может быть тяжелая форма тиротоксикоза. На самом деле заболеваний достаточно много, которые могут приводить к хронической сердечной недостаточности, но я сейчас перечислил основные. Но вы должны понимать, что все-таки в абсолютном большинстве ХСН является следствием все-таки какого-то сердечного заболевания. Это может быть либо аритмия какие-то, либо высокое давление у человека, либо, например, ишемическая болезнь сердца. Как же проявляется хроническая сердечная недостаточность? Это заболевание длительное время может протекать, конечно, относительно без симптома. Поэтому и когда выставляют диагноз, обычно пишут функциональный класс. То есть есть формы, когда человек, например, выполняет привычную физическую активность и не испытывает при этом никакого дискомфорта. Бывают случаи, когда умеренная бытовая активность доставляет ему дискомфорт, возникает у человека одышка, он вынужден замедляться или останавливаться, например, при интенсивной ходьбе. Это говорит о том, что уже заболевание прогрессирует. В более тяжелых случаях уже любая, даже малейшая физическая активность бытовая, она становится невозможной и у человека значительно снижается качество жизни. Вообще-то заболевание, оно достаточно медленно прогрессирует, постепенно, постепенно снижая вот это качество жизни пациента. У пациента снижается толерантность к нагрузкам. Если, например, раньше он выходил там спокойно 3-4 километра, то сейчас пройдет 300-400 метров и уже вырождено останавливаться, потому что возникает одышка. Вообще, основным проявлением в большинстве своем хронической сердечной недостаточности является как раз таки вот эта самая одышка. Потом присоединяются, могут присоединяться отеки ног. Как правило, отеки начинаются с нижней конечности, отсекают стопы, потом голени. В тяжелых случаях эти отеки могут подниматься на бедра и даже на область живота. С прогрессированием этого заболевания начинают набухать и ревные вены, у человека начинает увеличиваться печень, прогрессирует вот эта одышка, прогрессирует вот эта усталость до тех пор, пока человек уже полностью, так скажем, не отекает и совершенно не может не выполнять никакую бытовую физическую активность. То есть, на качество жизни хроническая сердечная недостаточность оказывает очень сильное влияние. Самый главный вопрос. Как же все-таки понять одышка, с чем она связана? Есть ли какая-то сердечная проблема или нет? Самостоятельно в этом вопросе, конечно, разобраться у вас не получится. Нужно сходить обязательно к кардиологу. Если кардиолога нет, то к врачу общей практики, либо к терапевту для того, чтобы он детально с вами переговорил, собрал у вас анамнез, вас детально осмотрел и уже сделал какие-то выводы, есть ли все-таки проблемы с сердцем или нет. Понятно, что без определенных диагностических мероприятий не обойтись, но в целом, когда собираешь анамнез, когда делаешь визуальный осмотр, уже на 90 процентов диагноз можно поставить. Нужно дифференцировать, то есть не перепутать с какими-то легочными заболеваниями, такими как бротхиальная астма, хроническо-абструктивная болезнь легких, которые тоже, собственно, сопровождаются одышкой. Но у хронической сердечной недостации есть, конечно, такая особенность, что она, как правило, связана все-таки с физической активностью и, как правило, начинают появляться отеки на нижних конечностях. То есть не на одной ноге, а именно на двух, бывают симметричные абсолютно отеки, которые начинаются именно снизу, со стоп, постепенно переходят на голень и так далее, так далее, так далее. Вы пришли к врачу, он вас посмотрел, сделал предположение, что это сердечная недостаточность, собрал у вас анамнез, выяснил, какие у вас там есть хронические или нет хронических заболеваний. После этого, конечно, нужно провести определенные диагностические процедуры. Какие? В первую очередь, конечно, нужно сделать ультразвуковое исследование сердца, то есть эхокардиографии. Она уже на 100% сможет показать, есть ли у вас сердечная недостаточность или нет. Оценивается фракция выброса, то есть это, по сути, сила, с которой сердце выбрасывает кровь. В норме составляет больше 60%. Так вот, если фракция выброса снижена, то уже мы можем предположить, что у человека развивается сердечная недостаточность. Если все это в сумме еще прикрепляется вот этой одышкой или и отелками, например, то диагностики сердечной недостаточности уже остаются без сомнений. Понятно, что обязательно нужно сделать электрокардиограмму, чтобы исключить возникновение каких-то аритмий. Также можно сделать ренингографию органов грудной клетки, посмотреть, увеличено сердце, не увеличено, хотя это на улице сердца тоже будет видно. Но также можно будет посмотреть, не скапливается ли жидкость в легких. Это тоже важный момент. Понятно, что если в легких жидкость скапливается, то, скорее всего, у человека в любом случае будет какая-то клиническая симптоматика. Если же все-таки это начальные стадии хронических сердечной недостаточности, тогда все-таки ультразыковое стенное сердце обязательно нужно проводить. Вообще, согласно последним клиническим рекомендациям, которые вышли относительно недавно, как раз в 2024 году, то в них четко ясно написано, что сейчас абсолютным показанием и, скажем, для того, чтобы убедиться, есть ли у человека сердечная недостаточность, является специализированный анализ, биохимический анализ крови, так называемый натриоуретический пептид. Этот анализ, конечно, в обычных условиях достаточно сложно сдать. Я имею в виду, в амбулаторном звене, скорее всего, его не сделают. Его могут сделать либо в специализированных стационарах кардиологических, либо вы можете в каком-то частном центре, в частной лаборатории этот показатель сдать и посмотреть. Сейчас вы на экране увидите, как он называется, натриоуретический пептид сокращенный. Если он у вас повышен, то с большой долей вероятности можно сказать, что признаки сердечной недостаточности у вас есть и, возможно, они вырастают. Собственно, как же это лечить? Если все-таки сердечная недостаточности вам поставили, как же с этим бороться? Вообще, сердечная недостаточность на начальных этапах, когда она только развивается, она очень хорошо поддается лекарственной терапии. Если диагноз действительно установлен, без лекарств, к сожалению, в данном случае не обойтись. Опять же, вернемся к клиническим рекомендациям современным, которые, еще раз повторюсь, совсем недавно вышли. Добавились такие препараты, как Юперио, например, многие слышали. Кстати, я про него снимал один из роликов, ссылку на него тоже оставлю в описании, поэтому обязательно посмотрите. Современный комбинированный препарат, который состоит из двух лекарств и сейчас назначается, активно назначается пациентам сердечной недостаточности, у которых снижена фракция выброса. Прошел достаточно серьезные клинические исследования, доказал свою эффективность. Единственный минус, конечно, вот этот препарат, он не дешевый, я бы даже сказал, дорогой, поэтому не каждый, к сожалению, может его себе позволить. Второй препарат, из относительно, так скажем, новых, которые сейчас используются в лечении сердечных недостатков, это препарат Форсига. Я сейчас не буду вдаваться в их международные патентуальные названия для того, чтобы вы не путались, потому что аналогов у этих препаратов пока нет, что и у Юперио, что и у Форсиги. Вообще Форсига – это препарат, который применяется для лечения сахарного диабета, но последние крупные масштабные исследования показали, что этот препарат очень хорошо действует для пациентов, у которых есть сердечный недостаток. То есть он увеличивает, уменьшает точнее количество госпитализации и в целом выживаемость у этих пациентов становится значительно выше. В ближайшее время я планирую заснять ролик на эту тему, про препарат Форсигу и уже детально его разобрать. Поэтому, если вам интересно, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими знакомыми. Это были два относительно новых препарата, которые сейчас используются в лечении сердечной недостаточности. Хочу сделать сразу отступление, что самостоятельно себе эти препараты ни в коем случае назначать нельзя, потому что это очень серьезное лекарство, поэтому строго по показаниям и только по назначению лечащего врача. Теперь вернемся к препаратам, которые уже, наверное, многим известны. Эти препараты в том числе используются для лечения гипертонической болезни, артериальной гипертонии. В целом у меня есть достаточно много роликов про препараты давления, поэтому прям сильно углубляться мы в эти препараты не будем. Просто скажу, что для лечения сердечной недостаточности используются такие препараты, как ингибитор АПФ, но всем известны там инолаприл, лизиноприл, например. Также используются активные бета-блокаторы, такие как метапролол, бисапролол, корвидилол. Также используются так называемые антагонисты альдостероны, по-другому их называют кариесбирогащие и юридики. Может быть, многие слышали такие препараты, как спиртблоктун и эпиленол. Но нужно учитывать, что, хоть они не являются мочеводными препаратами, они задерживают в организме калий. Поэтому уникалий, конечно, нужно будет обязательно проверять. Ну и, конечно же, диуретические средства. Без них никуда. Таких масштабных исследований на них не проводилось, но в любом случае они в клинических рекомендациях есть. Я имею в виду, не проводилось в плане выживаемости и влияния на исход сердечного недостаточно. Но эти препараты используются, актены, как использовались, так и используются на сегодняшний день. Обладают очень быстрым эффектом. То есть, если у человека появляются отеки, которые связаны с ХСН, назначаешь ему мочеводные препараты либо быстрого действия, либо длительного действия, в зависимости от ситуации. И у человека буквально через пару часов он чувствует эффект, потому что лишняя жидкость уходит, ему становится легче дышать, у него уходит вот это или уменьшается вот эта одышка и, соответственно, эти пациенты прямо чувствуют такой значительный эффект от приема мочеводных препаратов. Но нужно иметь в виду, что они вымывают микроэлементы, такие как магний, калий. Поэтому, если вы принимаете мочеводное длительное время, нужно, конечно, восполнять дефицит вот этих микроэлементов для того, чтобы не было каких-то серьезных последствий, например, каких-то аритмии. В целом, если подвести итог, хочу сказать, что при лечении сердечного недостаточно, это достаточно изученные проблемы. Препаратов много, они работают, препараты, действительно, пациенты видят значительное улучшение на фоне их приема. Единственное, хочу сказать, что все-таки нужно постараться найти причину, из-за чего это возникло, если это возможно, и действовать уже на основные причины. Если уже ХСН является следствием какого-то произошедшего заболевания, такого как инфаркт, например, здесь, конечно, без препаратов уже не обойтись, и нужно очень внимательно следить за своим здоровьем, регулярно проходить обследование, регулярно принимать препараты и, так скажем, очень серьезно подойти к своему здоровью и решение вопроса о дальнейшем лечении. Вот такое информативное видео получилось. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующих роликах. Пока!